Всем привет! Привет, мои любимые подписчики! Особый привет новым подписчикам! Спасибо огромное, что смотрите наши видео, комментируйте и ставьте лайки! Мы сейчас сделаем обзор, такой подробный обзор по парку Утинное озеро. Его только открыли, открытие было в четверг. Очень много отзывов, много желающих было посмотреть. Сейчас я вам все покажу подробно и расскажу. Пойдемте гулять! Это центральный вход в парк. Он вечером, ночью подсвечивается. У людей уже ВКонтакте, ну и в других соцсетях есть фотки. Красивая, кстати, арка. Смотрелась она хуже намного. Просто на фотографиях. Сегодня суббота, 11 утра. Очень много народу. Очень. Тут народ, там народ, на тропинках народ. Короче, везде будет очень много народу. Обратите внимание. Масочный режим строго соблюдается. Тем маска, кроме меня. Вот справа эта дорога, ведущая вокруг Утинного озера, непосредственно вокруг озера, где утки плавают. А слева, слева там детскую площадку, вот ее видно. Мы потом подойдем поближе и все это внимательно посмотрим. Вот мы, в общем, пошли сразу же как вошли направо. Идем по деревянным мазкам. Хороший такой заборчик. Как это сказать? Ограждение заборчик. Дохленький. Не дохленький. Не дохленький. Народу очень много сегодня. А это спуск к озеру. Да, там, кстати, есть утки. Вон они плавают. Ага, сейчас мы поближе подойдем. Вот таких смотровых площадок, их несколько по периметру озера. И видите, на той стороне тоже такие же подмостки, дорожки. Не знаю, как правильно сказать. Что такое? О, фурночка. Все цивильно. Хоть трясти забор. Я на прочность проверяю. То есть эксперт, да? Можно сделать красиво, а можно сделать для России. Я... Ребята, вот это не для России. Я иду и... А, кстати, да, писали в группе, что могут рухнуть. Там залазят дети туда, на смотровой площадке на него. Спускаемся на смотровую площадку. Сейчас посмотрим поближе на уточек. Да? Оп, оп. Где утки? Взрослуй туда. Смотри. Писали же захватить с собой батон. Так не до такой же степени. И тут батон, и там все в хлебе. Все в хлебе, все в батоне. Утки от этого изобилия, как ни странно, смотались, да? Они вон там все в кустах подальше. Потому что на голову хлеб падает постоянно. Слушай, да, каким батонами накидали. Ой, а классненько вообще, красиво. Прям целыми кусками. Лень была щипать. Прямо как ломать был отрезанный. Что не батоном, ребята? Ага, прям батоном туда. Слушай. Что, пойдем дальше? Вообще, я хочу сказать, очень замечательная прогулка. Сосновым воздухом пахнет. Все облагородили. Поставили урны по всему периметру. Люблю этот парк. Потому что фактически гуляешь по лесу. Но облагороженному. Под ногами. Вот мы идем по подмосткам сейчас. По деревянным досочкам. А так там будут тропинки асфальтовые. В общем, советую. Приходите, гуляйте. Не сидите дома. Там вот видна дальняя смотровая площадка. Их, наверное, всего две, я думаю, будет. Давай там подальше еще. Подальше еще. Ну, сейчас пройдем. Мы еще только начали свой путь. Вот смотрите, какая красивая дорожка. Ну, раз не приятно в такой прогуляться. Красота. Народу очень много. Да не трясет ограждение. Это, это. Вандала стойкость проверяют. Вандала стойкость? Вандала стойкость нулевая. Я администрация города отправлю. Это явно не для России, а для Польши. Все замечательно. Но тут остатки а-ля 90-х. Пережитки прошлого. Надеюсь, что уберут это. Недоразумение. Господин мэр, вы когда ходили, вы вот это вот не видели. Летнюю дачу оставили. Ах, хватит. Не, ну нормально было. Тяжело было экскаватором. У тебя захейтят. Кстати, озеро почистили. Грязи нет, а так валежник еще хотят убрать. Это штука стоит здесь уже, я не знаю. В 90-х, я тебе говорю. В 90-х. Я очень палки. Так, мы что, парк пришли снимать? А это что? Или хотите? Она вообще-то на территории парка. Ой, вон там тоже как красиво. Сейчас фоткаю. На той стороне. Ребят, смотрите, сейчас мы вот поднимаемся. Это мы обошли, обогнули озеро. Вот так там утки. И дорожка. Одной вы, смотрите. Ну, это когда дождь идет. Сделают ее. Оно вымает все. Я, да, делают. И дорожка дальше разветвляется. Она идет уже на тротуарные дороги. На собачью площадку. Ну, при чем здесь? На воду туда сходишь. Ну, собачья площадка там есть. Она идет вообще на тротуарные дороги. И идет дальше по периметру озера. Мы пойдем по периметру озера. Подходим ко второй площадке. Все-таки их две по периметру. Была вон там, в самом начале. И вот напротив, которую я фотографировала и снимала, это вторая. Площадка поменьше по диаметру и по периметру. И урна тоже стоит. Молодцы. Смотрите, как красиво. Погода сегодня, кстати, замечательная, несмотря на тучи. Видно шоколад. Вообще красота. Что? А, да, да. Голой комплекс шоколада. Где двухуровневая квартира. Да, кстати, шоколаду прям вообще несказанно повезло. Шоколад в шоколаде. Да, шоколад в шоколаде. Будет выходить, будут жители гулять сюда. Там до сих пор половина квартир не распродана. Да. И вид такой красивый. Что-то утка, кстати, мы не видели. Они как-то вот здесь вот прямо находятся между этой площадкой и той. Да, кстати, смотрите. Нормально, да? Сейчас я вам увеличу. Вот сделала покрупнее. Смотрите, сколько хлеба накидали. Ладно хлеба, батун и целую. Батун и стаканчик. Народ перестарался. Кстати, на видео не видно будет. А там видно, как вот хлеб, около хлеба вибрирует все. Рыбки, видно рыб тут много. Да, 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 над суточкой сюда. Да, это точно. И они клюют этот хлеб. Интересно, какая тут рыба может водиться. Дождик начался. Ну, нам не страшны погодные условия. Конечно, у нас у мужа зонт есть. У мужа есть зонт. Мы продолжим... Сотопилам бояться. Мы продолжим свое путешествие дальше. Пошли наверх. Не знаю, я по натуре позитивный человек. Мне очень сильно нравится здесь. Смотрите, как красиво. Тропиночки, скамейки, зона для отдыха. А мне просто рот затыкают, не дают говорить. А то я вам просто сказал бы, что здесь и как сделано. Зона для отдыха. Очень красиво тут. Я просто смотрю с технической стороны, как выполняли работы, как они убрали, как они делали. Ну, тихо, сзади. Еще хотел отметить, везде насыпали плодородной земли и насадили травы. На следующий год весной будет здесь газон прекрасный. Камеры, кстати, по периметру стоят. Есть вариант, что это не камера, конечно. А что? Это муляжи поставили. В обе по 150 рублей муляжи камеры продаются. 200 миллионов списали на этот парк. Может, закупили штук 20 муляжей по 150 рублей на тыкаре вести? Ну, как вариант-то, что ли? Ну, куда это? Должна быть специальная серверная. Должна быть выведена куда-то. Должен сидеть человек, смотреть. А ты маску специально наделал, чтобы тебя люди не узнали, да? В городе, чтобы не узнавали. Заметь, чем ближе к зиме, тем больше мы становимся похожи на исламских террористов. Глаза видно? Слушай, кстати, это вариант. Маску черную купить вот эту с просьбой для глаз. И все это будет... Ну, в шапку-то продается. Можно сказать, что ли? Ну да, и все. И все будут в масках и в шапках. Что, оригинально вообще? Да? О, кстати, лайфхак. Ловите. МВД оценит твой лайфхак, да? И ФСБ тоже. Так. Вот, ребят, смотрите. Видите, камера установлена. Вроде все хорошо. Теперь обратите внимание, что она снимает. Куда? Ее направили на опушку. Сейчас, дожди. Вот. Ну что? Ну, по сути, да. На опушку. Вот. Ну да, она. Сюда. Куда ты сюда учишь? Ребята, вы когда устанавливали бы пустышки эти, вы бы хотя бы видеть создали рабочие, что ли? А то так ее прикрутили, лиза настала. На опушку направили куда-то влезть, и все. Ну... Вон, смотри. Иди сюда. Иди сюда. Иди. Ой. Сюда. Ну да, кстати, она вот сюда куда-то смотрит. Вот я, смотри, что она снимает. Вот сюда она смотрит. Повернись и покажи, что она снимает. Вот сюда. Ха-ха-ха-ха. Это главный хейтер моего канала. Нет, я просто смотрю с технической стороны. Вот беседка, смотрю, какая-то стоит. Правда, она бескометчик пока. И еще какая-то железная конструкция. Сейчас мы подойдем, посмотрим. Это мы вернулись. Смешни, болото. Да отстань. Ну, болото и болото, что теперь? Нормально, болото и болото. Реально, болото. Ну, вообще, администрация города писала, что будут повышать уровень вообще. Администрация города сначала 200 миллионов списала на осушение этого парня. Достаньте своих денег. Отстаньте. 200 миллионов списали на осушение. Так, пошли дальше смотреть. Теперь будут еще 200 миллионов на заливание ладонь. Смешнились к конструкциям. Что мне здесь нравится? Вот такие вот скамеечки. Так классно. Летом здесь будет красота. Сердечко. Это конструкция в виде сердечка. Было бы круто, если бы они ее гирлянды, да, гирлянды обтянули, чтобы она светилась красной. Был бы вообще крутяк. Вот эту беседку белый или синий. Да? И здесь надо, знаешь чего? Здесь предлагаю поставить качели. Качели предлагаю поставить здесь. Такие качели. С первой зарплаты. С первой зарплаты поставим, да? Пошли. Это центральная площадь парка. Здесь в прошлом году устанавливали елку. Но, судя по тротуарам, вымощенным здесь, не знаю, будут ли ставить елку в этом году. Надеюсь, что будут. Много-много скамеек. Мы уже в том году отдыхали, когда парк открыли. На этих скамейках. А это что стоит вот за будка такая? Охранная, скорее. Охранная? А, да, наверное. Мне очень интересно, что это такое. Где? Ой, камушки какие-то, смотри. Это укрепление. Укрепление? Спутниковая тарелка какая-то. Не знаю, какая. Почему? А, так зону вай-фай вообще обещали. Может, это вай-фай? Это роутер, что ли? Да. Да, да. Ну, писали, что будет зона вай-фай. А почему роутер в небо направлен? Скорее всего, здесь и есть зона вай-фай. Не знаю, время покажет. А, вай-фай роутер. Да, да, наверное. Куда пойдем, в какую сторону? Пошли охрану поснимаем. Охрану пойдем поснимаем. Вот какой-то тут велосипедный. Ну, они были тоже. Белопарковка. Да, велопарковка. Облагородили, кстати. И вот по сравнению с прошлым годом, насколько я вижу, все-таки почистили. Балежник поубирали. Потому что, да, вон кусты, видно, вырублены. Потому что в прошлом году тут такие прям бревны лежали по всему лесу. Сейчас прям чистенько. Вот травка уже свеженькая. Это вот видно, что это насаженная газонная трава. Чем примечательна вот этот вот центр парка, то, что от него как лучи в разные стороны расходятся дорожки. И везде есть выход. Вот туда бы пошли, например, там выход. Вот еще одна дорога. Это тоже выход. Сейчас туда, вон, сходим. Там толпа народ, конечно. Вон, видите, как лучики. Смотрите, как много детских площадок здесь. Здесь детские площадки. Лодочки. Бесплатные лодочки, кстати. В парке мы в детстве денежку платили, чтобы на них покататься. А, это, знаете, как это не лодочки, это кружочки такие. Мы сейчас подойдем, покажем. Там детки. Все катаются лежа на этих вот кружках. Там детская площадка. Сейчас тоже подойдем туда. И куда-то мы выходим. Еще какая-то вот зона отдыха. Сейчас посмотрим поближе. Это, скорее всего, наверное, будет фонтан. Я так думаю. Клумбы. Ну, красивенько так. Вот это мне очень нравится, зона отдыха. В тенечке, летом. Так прекрасно будет вообще прийти, книжку почитать. В интернете посидеть на свежем воздухе. Еще одна, смотрю, будка с охраной. Велопаркинг. И смотрите, ребята, что поставили здесь. Здесь будет, скорее всего, какой-то перекус. Сейчас я смотрю, что вот эти вот домики. Там на одном из них уже есть вывеска. Сейчас посмотрим. Смотрите, пожалуйста, кафе-печка. То есть здесь, скорее всего, будет какая-то продукция этого кафе. Либо выпечка, либо еще что-то. И здесь тоже. Печки вроде нет, выпечки. Ну, придумают что-нибудь. Вообще прикольно. Смотри, как ты виден как раз сделала. Они установили. Да, подсветку. Ага, фонарики. Здорово. Здесь, значит, вот на этой площадке летом будут столики стоять. И такой летний кафе будет. Ура, ура. Ну, это тоже. Ура. Очень красиво здесь. Здесь столько народу. У меня фотки. У всех такие фоточки пустые, красивые. У меня будут кучи народу. Собачек, давай сначала детские площадки посмотрим. Идем в самую гущу детских событий. Здесь тренажерная площадка. Дальше идет баскетбольная, баскетбольная чего, волейбольная? Нет, волейбола здесь нет. Футбольная площадка. Ну, футболистам сегодня не поиграть. Это однозначно, потому что тут мячики пинают в разные стороны. Между ними бегают, да. Много желающих в кольца покидать мячики. Просто пинают мальчишки, чеканят. Футбол, да, футбол здесь не поиграешь сегодня. Покрытие прикольно. Да, покрытие такое классное вообще. Про ридиновая крошка. Но она во многих сейчас дворах даже скреплена. Ридиновая крошка, скреплена какими-то суставами. И по ней ходишь, и нога так немножко как пружинит. Во многих дворах сейчас новые площадки оборудованы таким покрытием. Здесь тренажерная идет. И скамеечки можно посидеть. Вообще замечательно. Пятки на качелях качаются. Ой, малышки какие ходят. Смотрите, как классненько вообще. Мечта вообще. Мечта детства. Очередь, да, наверное. Слушай, так круто, да. Вообще крутяк. Ой. Не снимать? Нет, нет. Я бы сама покаталась. Ир, давай за нами. Надо ночь сюда сходить. Я тебе это займу, скажу, что займу. Да? На тренажерах можно утром, кстати, позаниматься. И еще там целую кучу еще каруселей. Пятки катаются. Это песочница. Это песочница. Ну, подумаешь, не успели песочка насыпать. Маленький песочница. Ребятишкам даже очень замечательно будет на них заниматься. Вон, еще городок какой-то. Там лазалки такие, ребятишки там лазят. Сейчас так вот обзорно сниму на раму. И здесь еще вот качели. И вот, смотрите, какие качельки хорошенькие. Лошадки, солнышки. Сюда садиться, смотри. Смотри, как круто сиденьется. И вот так вот, да, мотаться. Так вот можно его зарядить. Блин, капец. Ребята, это капец. Вон малыш катается. Жалко. У нас нет маленького ребенка. Нет, у нас нет маленького ребенка. Посадил бы, зарядил бы, и быстрее. Блин. Кошмар. Пошли дальше. Она летела ему прикольно. Ребята, вот кто хочет уединения тишины, потому что там очень много народу. И детская площадка, само собой, детей много. То можете прогуляться вот по таким тихим дорожкам парка. И здесь мало очень народу. Гулять приятно. Воздух, лес. И достаточно уединенно. Да, мы ищем собачьи площадку идем. Смотри, это сватровая квартира вон, видно. Вон этот, на крыше которой сделали. Ну. У него вид прикольный тоже. А, да, это на девятиэтажке, наверное, все жители нашего города знают. Кто-то себе такой пентхаус забабацал. Нелегальным путем еще, наверное, оля в 90-е. Ну, это уже другая история. Мы сейчас подойдем к собачьей площадке, где собачки занимаются. И огромная просьба к хозяину, к Ай-Петри. Это Ай-Петри? Да, это Ай-Петри. Слушайте, ребята, что это за забор вы сделаете нормальный. Да, сделать нормальный забор. Я думаю, что у него достаточно средств. И пусть раскошелится, облагородит. Потому что все-таки парк уже стал очень-очень таким цивилизованным. И вот этот забор из каких-то колев там натыканный, он, конечно, выглядит не айс. А мы идем смотреть собачек. Ой, прощу прощения, это не Ай-Петри. Это не Ай-Петри. Ай-Петри вон дальше. Да? Точно? Да, кстати, там еще вот здание. Ой-ой-ой. Тогда не знаю, кто хозяин этого здания. И просьба забор все-таки облагородить. И Коля вот эти убрать точно. Ой. Ну, Ай-Петри, кстати, там не лучше. Вот эта вот тыльная сторона. Мы подошли к собачьей площадке. Вот она с таким вольерчиком. И вон песики там гуляют. Кстати, в группах спрашивали, где сейчас открыты собачьи площадки. Вот один из вариантов. Пожалуйста, приходите. Здесь разные тренажеры для собак. Вообще. Сами отдохните, погуляйте. Потому что прекрасный воздух. Он ходит, дрессирует собачек. Что-то они какие-то ленивенькие у них. Да? Ленивенькие собачки. Что-то не бегут, не прыгают. Перекормленные. Как-то гуляют и все. Ходят, просто ходят, бродят. Собачки как люди современные. В смартфонах сидят. Нет. В зиму не лежат. Собачки не сидят в смартфонах. Для хозяев собачку на скамеечке стоят. Но я думаю, им тоже будет полезно побегать рядом с тренажерами. Обошли мы и вышли еще на одно дорожное покрытие. Асфальт получается. Здесь три вида. Асфальт, брусчатка и деревянные. Да. И деревянные мазки. На фундаменте стоят. Здесь тоже приятно гулять. И такие вот есть зоны отдыха, уголочки. Можно посидеть. Освещается. Сейчас вид больше. Камеры. Вот с этого ракурса. Это мы стоим на асфальтированной дорожке. Красивый вид. Там церковь видна. Люди гуляют. Сегодня с детьми очень много народа. Вообще сегодня очень много народа везде. Это вот, наверное, самое неоживленное такое место. Потому что все либо на мазках, либо на детской площадке. Смотрите, как красиво. Переходы такие. Вот с одной дорожки можно выйти на другую. Пожалуйста, на мазки перейти. Вообще красиво очень. Ребята, я не знаю, насколько будет хорошо видно. Потому что, когда увеличиваю, немножко у меня расплывается все. Потому что я снимаю на обычный телефон Samsung. Вот поэтому... Вот смотрите, я хотела что показать. Там, где эта посмотровая площадка, битком забита вообще детьми. То ли так получилось, что все одновременно пришли. То ли такое ощущение, как будто группа детсада привели. А видишь, как они хлеб бросают пачками? Да-да-да, кстати, да. Сейчас подожди уменьшу. Смотрите, что там. Да, смотрите, что творится. Я надеюсь, конструкция выдержит. Особенно перилы вот эти трясущиеся. Дети не рухнут в болото. Не знаю, страшно, достану. Смотрите, как красивенько. Идите, гуляйте, не сидите дома. Посмотрите, какая прелесть. Свежий воздух. Я где-то со строительного крана чуть не упал. А там все. А, ну там еще, да, одна детская площадка. Но я другому хотела сказать. Мы пошли еще в одну сторону парка. Очень много, потому что нового хочется показать вам все. Чтобы вы знали, куда идти гулять. Да, это мы идем в сторону комплекса, как он раньше, Царковский плаза. А сейчас Царковский парк называется. Сейчас посмотрим, что там. Поднялись мы в гору. Это вот от центра парка. И здесь идет одна дорожка налево. Она просто выведет к выходу. Ну, такая, опять же, я говорю, кто хочет спокойствия и умиротворения. Вот так вот, как люди идут вот с колясочкой. Погулять потихонечку, подышать свежим воздухом. Это самый лучший вариант. И направо такая же дорожка. Она тоже огибает парк. А впереди выход из парка. Один из выходов. Смотрите, здесь новые сосеночки посадили. Зачем? Ну, потому что так красивее будет. Чем? Ну, потому что здесь пустое место было. Да. И таким образом... Надо было не сосны, надо было что-то дружок. Нет, здесь уже лес сосновый, поэтому логично. Лес здесь смешанный. Ну, смешанный, да. Кстати, знаешь, было бы здорово, если бы, например, один из уголков парка, например, здесь, посадили какие-то бы, может быть, какие-то деревья лиственные, липы или еще что-то, и скамейчик тут поставили. На кучу и ив, и тую, да. Санкру. Да, да. Особенно сакру. Пальмы. Да, и пальмы тоже. Пальмы. Да, да, да. В общем, мы вернулись к развилке. Идем вперед, и муж увидел, говорит, что там находится летняя сцена. Это хорошо, что мы уже собрались на выход из парка и вспомнили, что мы не все показали. Ребят, подходим к летней сцене. И начался дождь. Жалко, конечно, что... Я под зонтиком просто? Ну, я под зонтиком, да, мне хорошо, но все равно. Жалко, что не открыли его пораньше. Вот еще дорога уходит туда, направо. Когда, кстати, дождик закончился тут же. Жалко, не открыли, что мысли никак не закончили. В общем, когда было тепло, осень была шикарная, солнечная, теплая. Вот по такой осени здесь погулять. А еще лучше летом. Тоже будка с охраной стоит, скамеечки по периметру. И здесь, наверное, какие-то будут городские праздники отмечать. Типа день города или еще что-то. Дождь опять усилился. Хвостик от зонта мешает мне снять. Простите, мадам. А теперь сам зонт. Вон, ребятишки резвятся. Здесь, наверное, будет на день города, на день молодежи. Может, еще что-то. Праздник какой-то, да. Вот такая панорама. Да что ты меня? Перилки. И у нас начался ливень. Я думаю, что его видно, наверное, будет. Это ливень, который стоит под зонтом. Ну, капает все равно. И капает зонтик. Смотри, карту снимем. Мы выключаем. А, пойдем. Да. Здесь стоит постамент с картой. О! Карта с подробным описанием. Вы здесь? Мы здесь. А, мы тут? Площадка для тихого отдыха. Это как? Это где она была? Я не поняла. Это в центре. Идем от летней эстрады и подошли еще к такой мини-площадочке детской. Здесь качели обычные. Какая-то игрушечка. Ой, еще качалочки какие сейчас классненькие. Садись. Ребенка, видишь, не с кем покататься. Ну, прыгалки, корочки. Ребят, мы выходим из парка. Все, нагулялись. Все вам показали. Спасибо вам огромное, что посмотрели это видео. Спасибо, что подписались на наш канал. Ставьте лайки. Пишите, что вам еще интересного заснять. Мы обязательно прогуляемся. Дизлайки тоже, да. И заснимем. Все, всем пока-пока.